Вашему вниманию самое дешевое и продаваемое на Али зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. В этом видео коротко пройдусь по характеристикам, сделаю небольшое тестирование, посмотрим что внутри. И так как пользуюсь девайсом 3 месяца, выскажу свое мнение. Приобрел устройство на Алиэкспресс по цене около 16 долларов. Пришел девайс в коробке, в комплекте инструкция на английском и все. С виду смотрится как бы неплохо, кабеля средненькие, клипсы обычные. В целом сделан аккуратно, и если по дизайну, мне понравилось. На передней панели встроенный цифровой ЖК дисплей. Три индикатора для выбора режима и кнопка моды для переключения режимов. Из бонусов на передней панели прописью на русском языке. Зарядное считается полностью автоматически. Умеет определять емкость батареи. Автоматически определяет необходимые напряжения и тока заряда. Напряжение зарядки от 8 до 13,8 вольт. Максимальный ток 6 ампер. Диапазон заряда батареи от 4 до 100 ампер часов. Имеет режим ремонт АКБ благодаря импульсному току. Защита от перезарядки и переплюсовки. Устройство рассчитано для синцово-кислотных гелевых аккумуляторов. Отмечу, для литивых не подходит. Как только зарядное стоит подключить к аккумулятору, оно сразу показывает текущий заряд батареи, температуру устройства и амперы. Здесь все хорошо, но зачем мне знать температуру, не совсем понимаю. Напишите, кто знает, будет интересно. Выбрав режим подзарядки автомобильного аккумулятора, по индикатору вижу, что зарядка началась. Как уровень заряда станет на 100%, он автоматически отключится. Отключение происходит где-то после 14,5 вольт. Заряжать можно прямо на автомобиле, не снимая клеммы, так и без них. Предусмотрен заряд мото-аккумулятору. Четыре раза нажимаешь на кнопку моды, и включается режим действительности. Имейте ввиду, четвертый режим индикатором не подсвечивается. Пройдемся по режимах по порядку. Первый это заряжаем автомобильные аккумуляторы. Ток заряда показывает 6,2 ампера, напряжение 13,5 вольт. Второй режим для аккумуляторов AGM Гель. Ток заряда напряжения 5,6 ампер. Третий для мотоциклетных аккумуляторов. Ток заряда в этом режиме будет меньше. 3,1 ампера. Но тоже стоит отметить, амперы периодически меняются в зависимости от уровня заряда АКБ. Четвертый режим десультифитации, или просто восстановление импульсным током. На табло надпись PULL. Ток и вольтаж на этом режиме не показывают. По окончании восстановления надпись FULL. После этого нужно еще подержать, пока не появится надпись OFF. Сейчас смотрим сравнение напряжения с мультиметром. На мультиметре 12,9 вольт, на зарядном устройстве 12,6. Дальше показатели по амперах. Аккумулятор практически заряжен. Первый режим на мультиметре 2,8, 2,9 ампер, на зарядном 3,2 ампера. Второй режим. Все то же самое. На мультиметре 2,8 ампер, на зарядном 3,2 ампера. Режим мотоаккумуляторы. Мультиметр 2,7. Зарядной 3,1 ампер. Режим восстановления. Пульсация от 0 до 2,8 ампер. Еще раз напоминаю, показатели меняются в зависимости от заряда АКБ. Чем больше АКБ заряжен, тем меньше сила тока заряда. Если поставить зарядной на уже заряжен аккумулятор, то что мы увидим. Ток заряда будет совсем маленький, чуть больше 1 ампера. Зарядка завершена, отображается значок FULL. На втором режиме почти то же самое. Режим мотоциклетный. Ток заряда показала. Еще меньше. Но пока идет заряд. Я думаю, это ненадолго, потому как идет определение. Так оно и есть. Тоже заряжен. Так, что если выключили свет, а заряной будет на аккумуляторе, то кушать он будет с аккумулятора 0,02 ампера или 20 мА. Это конечно не о чем, но все же потихонечку будет разряжаться. Это где-то за сутки плюс-минус скушает 0,5 ампера. Что если перепутали кабеля? Пробую для примера перепутать плюс с минусом. Вот, ставлю минусовой крокодильчик на плюс, плюсовой на минус. Как вам видно, ничего не происходит. Теперь ставлю все правильно, как должно быть. Вот, все работает. Ну и посмотрим, сбиваются ли режимы, когда выключили свет. Отключил сеть. Режим для примера выбрал мотоциклетный. Немножко нужно подождать, после чего обратно включим. И так, как видите, режим не сбросился. Заряд продолжается. Так проверял все режимы, работают без сбоя. То же и с клеммами. Если с клеммами периодически по одной снимать клипсу, пробовал тоже, режимы не сбиваются. По шумности. Когда сравниваю с моим настольным ПК, зарядной работает немножко шумнее. Шумность ПК показывает около 40 дБ, шумность зарядного устройства около 44-45 дБ. Как-то так. Для эксперимента я нашел полностью убитый в ноль мотоциклетный аккумулятор, который пролежал 8 лет в гараже. Долил только дистиллированной воды и решил поставить его на зарядку. Перед началом проверил напряжение, что показало около 0. Но так как аккумулятор дохлый, устройство не стало его заряжать. Как выставил режим восстановления, процесс запустился. Процесс этот долговременный. Поставил на ночь. После первого восстановления было около 2 вольт. После третьего около 5,5 вольт. После четвертого раза 6,8 вольт. Да, АКБ полностью не восстановился, но понял, что режим восстановления все же работает. Потом дальше буду его мочить. Сейчас вскроем и посмотрим, что внутри. Разборка устройства легкая. Здесь нужно снять сначала черные панели, они держатся на защелках. И с нижней части нужно открутить всего 2 винтика. Итак, что мы видим внутри. Как по мне, все аккуратно расположено. Пайка чистая, без соплей. Преобразователь напряжения, импульсный блок питания. Высоковольтные кремниевые N-канальные полевые транзисторы. Один из них 5N60. Один конденсатор 400 вольт 47 микрофарад. Второй конденсатор 1000 микрофарад 25 вольт. Кулер, если очень вам будет мешать, его можно снять. Если не ставить устройство на печке или летом прямо на солнце. Перегрева не должно быть. Хотя это, конечно, на ваш риск. Ну и плата управления, контроля, процесса заряда. Длина сетевого шнура 80 сантиметров. Провода с клипсами 60 сантиметров. Вес устройства 315 грамм. Давайте все подытожим. Начну из недостатка. Если сравнить с мультиметром, есть небольшие отличия. Инструкция только на английском. Кабеля немного коротковаты. Из хорошего. Цена. Все режимы работают. Защита полярности. Защита от перегрева. Защищает аккумулятор от перезарядки. Так что вы сможете оставить зарядное устройство, подключив к аккумулятору на неопределенный срок. Имеет режим ремонта аккумуляторов. И думаю, девайс даже справляется с задачей. Подходит для большинства типов аккумуляторов. Синцово-кислотных, включая кальция, гель, АГМ. По сравнению с старыми, маленький и легкий. Я думаю, за такие деньги устройство хорошее. О покупке точно не жалею. Возможно, у вас есть вопросы, обращайтесь. Кому будет интересно посмотреть, как я решил сделать генератор с 12 вольт на 220. Заходите, смотрите. Вы были на канале Чудо Обзор. На этом точка. Всем пока.